Вододин 4 июля родились Пётр Апраксин, граф, крупнейший сподвижник царя Петра Первого, губернатор, военачальник. Иван Бутурлин, сподвижник Петра Первого. Сын царского стольника Иван Бутурлин, как и многие другие сподвижники Петра, начинал с потешных полков. В 1687 году его сделали премьер-майором только что созданного Преображенского полка. А к началу XVIII века Бутурлин уже был одним из главных полководцев в армии царя. Иван Иванович привел Преображенский и Семеновский полки к Нарве. Сражался бок о бок с Петром, но после поражения сдался в плен. Поверил обещанию шведского короля дать проход русским солдатам. Зря. Десять лет после этого Бутурлин провел в плену в Стокгольме. Пытался бежать, но неудачно. Только в 1710 году офицер вернулся в Россию. Петр не забыл Бутурлина. Тот участвовал в большинстве важных сражений Северной войны. Командовал Преображенским полком и управлял военной коллегией. Ездил с Петром в Париж. Помогал строить эскадру в Ростоке. Приложил руку к большинству славных дел императора-реформатора. Екатерина I тоже симпатизировала Ивану Ивановичу. А вот всесильному Меньшикову полководец не нравился. Светлейший князь затаил обиду за участие в заговоре против него. Как только императрица умерла, Александр Данилович и сотоварищи отобрали у Бутурлина почти все, что тот получил при Петре и Екатерине. Осталось только родовое село Крутцы, где опальный генерал и завершил земной путь. Также 4 июля родились. Павел Федотов, художник. Некоторые его работы, например, картина «Сводовство майора» стали хрестоматийными. Луис Майер, один из первых кинопродюсеров, кто создавал Голливуд. Основатель кинокомпании метро Голдвин Майер. Его реальное имя было Лазарь Мейер. Он был родом из Минска, Российской империи. В этот день, 4 июля 1670 года, 20-тысячное разбойное войско атамана Стеньки Разина завладело Астраханью. 4 июля 1819 года из порта Кронштадта вышли два корабля «Восток» и «Мирный». В этом путешествии им предстояло открыть новый континент – Антарктиду. 4 июля 1942 года закончилась героическая оборона города Севастополя под гитлеровских войск. Она продолжалась 250 дней. 4 июля 1946 года некогда немецкий Кёнигсберг был переименован в советский город Калининград. 4 июля 1958 года на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» был запущен ядерный реактор. Работа над первой атомной субмариной началась еще при Сталине и продолжалась пять лет. А уровень технической сложности проекта был сравним с космическим. Как и престижность, вспоминал командир субмарины Жильцов, попасть в число первых офицеров атомохода было почти так же престижно, как несколько лет спустя быть зачисленным в отряд космонавтов. Что только не повидала эта субмарина. Первое советское всплытие у Северного полюса, проход через экватор, жестокие поломки, как-никак первенец атомоход со всеми детскими болезнями проекта. Пожар в 1967 году унесший жизни 39 человек. В 2020 году легенду флота удалось спасти уже от переплавки. По городским улицам ее протащили к музею военно-морской славы в Кронштадте, отреставрировали. И с декабря 2023 года К-3 официально музейный экспонат. 4 июля 1996 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялось обретение святых мощей преподобного Максима Грека. Михаил Триволис происходил из знатной греческой семьи, получил хорошее образование на острове Корфу, потом жил в Италии, где учился философии, языкам и общался с виднейшими мыслителями того времени, Альдом Мануцием, Иоанносом Ласкарисом и Джакома Савонаролой. В 1505 году вернулся на Афон, где принял постриг с именем Максим. Десять лет спустя великий князь московский Василий III попросил Афонский монастырь прислать ему переводчика духовных книг. В Москву отправили как раз энергичного монаха-ученого. Так они и соединились – Русь и святой Максим Грек. Новоприбывший сразу укнулся в бурю главного спора той эпохи между нестяжателями и осифлянами. Преподобный целиком поддержал сторонников церковной аскезы. Самого святого Максима в ответ несколько раз обвиняли в ереси, ссылали в дальние монастыри, но там он пользовался расположением настоятелей, много читал и писал философские и религиозные труды. Под конец земной жизни попал он в Труице-Сергиевую Лавру, где нашел свой последний дом. Память о нем прошла сквозь века. Историк Дмитрий Лихачев даже называл его первым интеллигентом Руси. В 1988 году Максима Грека причислили к лику святых, а позже взялись искать его останки в Труице-Сергиевой Лавре. Нашли в 1996 году и торжественно перенесли в Духовскую церковь Лавры. Таким был этот день 4 июля.